МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Хабар 24. Продолжает выпуск новостей. В студии Бутагус Саркулова. Здравствуйте. Косможо Мартукаев встретился с представителями агробизнеса. На встрече обсудили проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства, в том числе связанные с диверсификацией производства, глубокой переработки сырья, развитием сахарной отрасли, семеноводства и повышением экспертного потенциала. Особое внимание предприниматели уделили вопросам эффективного выделения и использования средств на развитие агропромышленного комплекса и справедливого распределения земельных и водных ресурсов. По итогам совещания, Косможо Мартукаев поручил правительству взять в разработку все прозвучавшие предложения. Глава государства отметил, что подобные встречи с представителями АПК следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни и продовольственная безопасность в стране. 20 миллиардов тенге инвестиций намерены привлечь на развитие социальной сферы в Казалинский район Казалардинской области. За счет средств частной компании планируют отремонтировать дороги и построить социальные объекты. К примеру, в прошлом году на реализацию проектов в районе потратили почти 18 миллиардов тенге инвестиций. В ауле имени Туптебаева построили спортивный комплекс и провели очистку 12-километрового рассетиного канала. На средства спонсоров в регионе также разработали проектно-сметную документацию по газификации пяти населенных пунктов. Всего в прошлом году в развитии экономики Казалардинской области было привлечено свыше 400 миллиардов тенге инвестиций. Работы по газификации ожидаются в селах Ахтан-Батар, Жан-Кожа-Батар имени Туптебаева, аулах Бекарстан и Майдакуль. Инвестиции мы также направим на ремонт дорог и открытие частных детских садов в отдаленных населенных пунктах. 830 технологических нарушений зафиксировали в Кустанайской области с начала отопительного сезона. Основная причина – плохое состояние тепловых сетей. В городах они изношены на 64%. Только в Рудном, где с осени по февраль случилось несколько коммунальных аварий, жду деньги на ремонт по 13 проектам. В рамках режима ЧС местного масштаба туда уже поставляют задвижки, трубы и комплектующие к ним. Чтобы избежать очередных порывов, в городе снижена температура подачи тепла. На шести опасных участках круглосуточно дежурят бригады. В общей сложности в ближайшие 7 лет в регионе планируют привести в порядок 20% теплосетей. На уточнение республиканского бюджета в январе текущего года заявлено 8 проектов. На сумму 16,5 млрд тенге до 2029 года нам необходимо снизить износ сетей теплосабжения до 40%. Акиматами городов и районов разработаны соответствующие дорожные карты. До 1 июня текущего года будет произведено техническое обследование всех систем теплосабжения. Неэффективное расходование бюджетных средств выявила антикоррупционная служба в Североказахстанской области. 5 млрд тенге там планировали потратить на засыпку щебнем улицы Петропавловска. По информации ведомства, на протяжении трех лет из бюджета выделялись немалые суммы на подсыпку дорог. Однако, видимых результатов от этого не было. Более того, работы проводились без проектной сметы и по завышенным расчетам. Проверить же фактически выполненный объем услуг и провести экспертизу невозможно из-за отсутствия специальной методологии. Чтобы исключить коррупционные схемы улицы города, которые раньше регулярно подсыпали щебнем, решено заасфальтировать. Эти работы невозможно было ни перепроверить, ни проверить. И ощутимого эффекта для самого населения не давало. У нас даже расследуется ряд уголовных дел по этому поводу, связанных с хищениями. В этой связи совместно с Акиматом на диалоговой площадке принято решение исключить этот вид работ как коррупционный. И принято решение о проведении среднего ремонта дорог путем его асфальтирования. То есть на сегодняшний день выделено 4 миллиарда. Никогда такого не было у нас в городе. И, соответственно, будет отремонтировано, заасфальтировано 17 улиц областного центра. Паводковая опасность нарастает в Восточном Казахстане. До конца февраля там потеплеет до аномальных для этого времени плюс 8 градусов. Риски подтопления сохраняются в 15 селах Глубоковского района под угрозой 900 жилых домов. Мобильные группы сейчас осматривают гидротехнические сооружения. В населенных пунктах расчищено 34 водопропускных канала, почти 30 километров фарыков. Для укрепления береговой линии изготовлено больше 100 тонн энергных материалов. На отдаленные от жилых массивов полигоны вывезли свыше 6000 кубометров снега. Под особым контролем и оснащением пунктов эвакуации. Пункты размещения граждан в Глубоковском районе укомплектованы всем необходимым. В нужном количестве завезли постельные принадлежности и прочую провизию. Только в поселке Белоусовка мы подготовили больше 200 мест для размещения. В первую очередь у нас подвержены угрозы населенные пункты Белоусовка, Глубокая, прогресс, предборная района Олимпиады и также выпадная поя. Мы сегодня обследовали все наши гидротехнические сооружения. Сейчас находимся на гидротехнических сооружениях. На всех этих гидротехнических сооружениях закрепили дежурные труди, которые постоянно 24-15 мониторят ситуацию. Италия может столкнуться с новой засухой после чрезвычайной ситуации, произошедшей прошлым летом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ученых и экологические группы. По их данным, в этом году в Альпах выпало в половину меньше ежегодной нормы снега. Уровень воды в самом большом озере Италии, Гарда, приближается к рекордно низкому показателю. На спутниковых снимках видна полоса, соединяющая небольшой остров Сан-Биаджи и материк. Итальянские реки и озера страдают от нехватки воды. Особенно сложная ситуация на севере страны. Ученые назвали регионы мира наиболее уязвимые к воздействию изменения климата и риску природных катастроф. Первые строчки в ТОП-20 заняли 4 провинции Китая. На первом месте провинция Цзаньсу. Это одна из важнейших провинций Поднебесной, на которую приходится 10-я часть ВВП КНР. Регион занимает лидирующие позиции по выпуску аграрной и индустриальной продукции. За ней следуют Шиньдун, Хэбэй и Хэнань. В рейтинге самых уязвимых регионов к природным катаклизмам оказались также американские штаты Флорида, Техас и Нью-Йорк. В список попали сразу 9 штатов Индии. Спиталисты оценили свыше 2,5 тысяч регионов мира, используя климатические модели для подсчета возможного экономического ущерба. В Великобритании 18 компаний переходят на 4-дневную рабочую неделю. Это предприятия сферы образования, информационных технологий и финансов, сообщает газета Financial Times. Также по этому графику решили продолжить работу еще 38 организаций. К такому решению главы компании пришли по результатам экспериментального периода. Выручка за вторую половину прошлого года в среднем выросла на треть. Значительно сократилось число увольнений. 40% сотрудников заявили, что испытывают меньше стресс, заявили в издании. Всего в пилотном проекте, который стартовал в прошлом году, участвовали больше 60 компаний. И вернемся в Казахстан. Скончался известный казахстанский ученый, философ и академик Абдималик Насанбаев. Ему было 85 лет. Абдималик Насанбаев написал более 570 научных трудов. Был автором монографий, книг и учебных пособий. Он сформировал свою научную школу и подготовил множество докторов, а также кандидатов наук. Свои труды академик посвятил диалектики и теории познания, философии и методологии науки. Занимался ученый казахской и тюркской философии. Абдималик Насанбаев был заслуженным деятелем науки Казахстана и лауреатом государственных премий. 688 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы депутатов Можелиса и Маслехата всех уровней в Павлодарской области. Из них регистрацию прошли около 600 человек. 77 из них выдвиженцы политических партий. Большая часть намерена баллотироваться в депутаты районных и городских Маслехатов. В среднем на один мандат претендует 3 человека. Самому молодому из кандидатов 20 лет. Областной избирательной комиссии отметили, что участие в выборах такого числа молодых людей наблюдается в регионе впервые. Исходя из опыта своей практической работы, я думаю, что конкурентная борьба будет на каждом избирательном округе. Это показали этапы выдвижения, потому что действительно мою опытность впервые. По 6, вы же знаете, в одном из округов у нас 10 кандидатов было. Но для того, чтобы выборы состоялись на том или ином избирательном округе, кандидатов должно быть не менее 2. К этому часу у нас все. Эфир Хабар-24 продолжит проект Дневная смена. Сегодня обсуждают изменения климата и риск природных катастроф. Редактор субтитров А.Семкин